Приветствую, друзья! С вами Булацов Михаил. И я сегодня проведу для вас урок номер 3 нашей школы группы успешного ускоренного роста. И сегодня я расскажу вам о программе видеозахвата, о программе для монтажа видео Camtasia Studio. И на ваш выбор предложу вам два варианта Camtasia. Это седьмая версия и восьмая. На одном компьютере у меня установлена седьмая версия, на ноутбуке установлена восьмая. Из минусов к восьмой могу отнести то, что долго к ней привыкал, немного она своеобразная, и нет русификатора. То есть вся программа на английском языке. Зато разобравшись и привыкнув к ней, она мне теперь больше нравится и намного удобнее, и побольше функционал в данной программе. А на другом компьютере, на основном, мы пользуемся седьмой Camtasia. Она бесплатная, не требует установки. И сразу после скачивания вы можете ею пользоваться. И, соответственно, она на русском языке. И сегодня наш урок я проведу на примере седьмой версии Camtasia Studio. Итак, я данную программу закачал к себе на Google Диск. Ссылку для скачивания я скину вам позже, добавлю в комментарии к видео. При скачивании у вас появится такое окно, то, что предваритель просмотра недоступен, и скачать файл. Нажимаете кнопку скачать, и сама Camtasia у вас начинает скачиваться одним целым файлом. После того, как вы скачаете Camtasia, можете переместить ее в удобное для вас место. Если необходимо, сделать ярлык, вместить его на рабочий стол для более быстрого открытия, как мы и сделали. Итак, открываем нашу Camtasia на рабочем столе. Запустить, нажимаем кнопку. Открывается у нас окно с самой Camtasia. И для того, чтобы нам сделать запись экрана, нажимаем сверху в левом углу кнопку с красным кружком «Record the screen» – «Запись экрана». Нажимаем на нее, и у нас открывается рекордер, то есть программа уже для записи. И давайте расскажу о том, за что какие кнопки здесь отвечают. С левой стороны данного рекордера вы видите кнопки, которые отвечают за размер, за область записи экрана. Левая кнопка «Full screen» – это полный экран. Правая кнопка «Custom» – это выбранное поле экрана, которое будет у вас записываться. Мы всегда используем полный экран, «Full screen». И по умолчанию в настройках стоит значок на полный экран, поэтому можно сюда даже не смотреть. В правом, в правой части рекордера у нас настройки веб-камеры и микрофона. Веб-камеру можно включить и выключить. При включенной записи с веб-камеры у вас дополнительно будет картинка отображаться с веб-камерой. Ее можно будет при обработке видео перенести в любое для вас удобное место расположения вашего экрана. Будь то, к примеру, картинка от видео, это не рекордер, здесь, в середине, по центру, здесь, то есть куда угодно ее можно будет перенести или вообще удалить, если вам не понравится запись. Соседняя кнопка «Audio» – это настройки микрофона. Давайте посмотрим, что у нас настройки в себя включают. Если вы планируете записать видео свое, то есть вы будете говорить, вам необходимо будет поставить галочку, точку, запись с микрофона, указать микрофон. Если вы планируете записывать чью-то презентацию, планерку или другое какое-то мероприятие, то ставите галочку «Front meet» вот это вот, то есть системный звук. Вот мы установили, это будет все то, что у вас будет слышно в динамиках. Все это вы будете записывать. Микрофон в данном случае будет отключен, и то, что вы говорите перед компьютером, записываться не будет. Итак, сейчас мы запишем микрофон, небольшую 10-20 секундную презентацию, видеоролик запишем, и нам необходим микрофон. Поэтому ставим галочку, точку на микрофоне. Проверяем, все правильно. И нажимаем на кнопку «Rec» – запись. При нажатии на данную кнопку у нас всплывает окошко, которое нас предупреждало, что для остановки записи необходимо нажать на кнопку «F10» на клавиатуре. И вот в текущий момент, пока я разговариваю, происходит запись нашего экрана. Можно открыть любые документы, или же презентацию, или браузер. И все это, что у вас отображается на мониторе, будет записано. И давайте остановим нашу запись. Нажимаем кнопку «F10». Запись останавливается, и появляется предварительное окно с просмотром. Данное окно нам не нужно, поэтому останавливаем воспроизведение, только что я это сделал, и нажимаем кнопку «Сохранить», если вас все устраивает видео. Если не устраивает, то, соответственно, можно сразу удалить. Нас все устраивает, и мы сохраняем. Обзовем видео по дате. Допустим, сегодня 31 число, и проба «Камтазия», чтобы потом не запутаться в многообразии наших проектов. Нажимаем кнопку «Сохранить». Проект сохранился. Сейчас он сохранился быстро, потому что ролик очень маленький. В зависимости от длины, от объема ваших записываемых роликов, обработка видео может достигать значительного времени. Но все зависит от мощности вашего компьютера. У нас на компьютере обычно, если брать примерно часовую запись с продолжительностью 1 час, обработка занимает примерно минут 10-15. Итак, видео у нас обработано. У нас появляется окно с выбором разрешения нашей записи. Я советую ставить самое максимальное разрешение, которое здесь предложено, для того, чтобы ваше видео было четким и информативным. Выбираем самое большое и нажимаем «Ок». И теперь вы видите то, что с левой стороны у вас сам файл проекта, а снизу на временной шкале у вас сама запись. Чуть выше у вас кнопки «Плюс» и «Минус» – это изменение масштаба вашей записи для удобства монтажа, для удобства вырезания, склеивания ваших видео. И немного расскажу о том, как, допустим, можно вырезать часть видео. Вы видите, вот это бегунок. У него зеленые и красные точки по бокам прямоугольники. За них мы можем перетащить нашу область выделения, тем самым выделив определенный участок видео. И, например, мы хотим его удалить. Вот до тех пор, пока я не открыл документ Excel. Вот я открываю Excel, и давайте до тех пор мы удалим наше видео. Удалить можно, нажав на кнопку «Делит» на клавиатуре, или нажав «Ножнички» здесь чуть выше. Нажимаем «Ножнички» – у нас этот участок удалился. И теперь давайте сохраним данное видео, так как у нас пока это еще только проект самой Camtasia. Для этого мы нажимаем сверху кнопку «Файл» и выбираем поле «Создать и опубликовать». В всплывающем окне мы выбираем здесь в настройках «Пользовательские настройки проекта» и везде соглашаемся. Единственное, я объясню на следующем уроке, чуть позже, как вставить сюда наш логотип. Поэтому пока у вас по умолчанию здесь галочка будет снята. Нажимаем «Далее», и здесь мы видим два поля. Первое поле – вот у нас имя нашего видеофайла. Запишем так же, как и проект. И обратите внимание, куда будет сохраняться у вас ваше видео. Проверьте, устраивает ли вас место по умолчанию. Если нет, то вы можете изменить его, нажав на кнопку «Обзор» и указав место, куда у вас сохранится ваш проект. И все, после того, как вы дали вашему новоиспеченному видеофайлу имя и выбрали место, куда он сохранится, нажимаем кнопку «Готово». И сейчас у нас идет сохранение нашего видео, обработка проекта. Видео обработалось, и у нас открывается, опять же, предварительный просмотр. Предварительный просмотр мы закрыли. Вспывающее окно, уведомляющее нас о том, что запись успешно закончена, тоже закрываем. Данное видео теперь ищем в папке, которую мы указали под именем файла. Итак, какие фишки можно еще использовать в Камтазе? Например, вы хотите склеить или обработать два чужих видеофайла. То есть не то, что вы сами записали, а, допустим, скачали какой-нибудь клип. Для этого вы нажимаете кнопку «Файл» и «Создать проект». То есть вы сейчас создаете новый проект. Изменения нам в этом проекте предыдущем не нужны, поэтому нажимаем «Нет». И снова возвращаемся в файл и выбираем «Импорт мультимедиа». Нажимаем на эту кнопку и выбираем документ, какой вы хотите открыть. Допустим, вот первый попавшийся нам. Открываем. Дожидаемся, пока появится картинка. Вы видели то, что не сразу картинка появилась. Появление картинки означает, что видео загружено в Камтазе. И нам необходимо его теперь перенести на шкалу времени. Для этого правой кнопкой щелкаем по видео и выбираем «Добавить на шкалу времени». Также выбираем максимальный размер для данного видео. И то же самое, если есть необходимость, вырезаем данное видео. Если нет такой необходимости, то покажу, что можно сделать еще. Допустим, вы хотите склеить два файла. Для этого мы импортируем еще один файл. Тот, который вам нужен. Ну вот, инструменты для продуктивного сопровождения новичка. Дожидаемся, пока появится картинка. Появилась. И теперь, указав место вставки документа в начале или в конце, перемещаем бегунок. Допустим, мы хотим вставить второй ролик в конце. Перемещаем бегунок в начало. Точнее, в конец. По второму файлу правой кнопкой нажимаем и добавить на шкалу времени. Вот у нас добавляется второй файл. Все, добавился. И теперь вы можете пронаблюдать, как у нас по окончании первого файла, первого видео, сразу начнется второе. Вот таким вот образом у нас склеились два видео. И теперь нам необходимо также сохранить. Для этого нажимаем файл, создать и опубликовать, выбираем наши пользовательские настройки и везде соглашаемся. Не забываем изменить только имя нашего нового видеоролика. Желаю успехов в изучении и использовании Camtasia. О новых фишках и функциях данной программы расскажу в своих более поздних видео. Всем спасибо. Желаю удачи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok